Чао-чао, бунджорно, бунджорно, а тут я всех приветствую в нашем курсе итальяно-квазиу-ни-джорно, это занятие для группы уровня Чи-Уно. Чи-Уно мы с вами продолжаем интереснейшую тему. Сегодня я задействую не только наше новисимо Progetto Italiano, но и также курс Magari. Magari это супер тоже классный курс на уровень Чи-Уно, Чи-Дуэ. Вот сегодня мы послушаем тоже аудио на Чи-Уно по поводу таких интересненьких моментов, как профессия в мужском и женском роде. В русском языке тоже мы имеем такую вот тенденцию, да, такие дебаты, дискуссии. Как же женщин называть, не знаю, там, блогер, да, блогерка, репетитор, репетиторка, какие-то автор, авторка. То есть, естественно, есть какие-то устоявшиеся нормы, которые мы с вами используем, да, например, учитель, учительница, не знаю, да, преподаватель, преподавательница. То есть, в женском роде они звучат очень даже хорошо, да, учительница, преподавательница, не знаю, там, заведующая, воспитательница и так далее. То есть, какие-то слова абсолютно нормально для нас звучат в женском роде. То есть, в мужском и женском роде они есть и отлично, равноценно, равноправно звучат, Но никак не корыбит наш слух. Новые введения все, естественно, они приживаются пьяну-пьяну потихоньку, да, не сразу, поэтому вот для меня пока слова такие, как блогерка, репетиторка, они мне режут слух, то есть я бы не хотела, чтобы меня назвали репетиторкой, либо блогеркой, да, то есть я считаю, что я преподаватель, репетитор, не знаю, где-то блогер, потому что веду свой блог, да, рассказываю про итальянский, про свою жизнь, про университетскую жизнь, то есть я бы не хотела, чтобы называли меня блогеркой, либо авторкой, либо что-то еще, меня это коробит, но кто-то принципиально из девушек использует вот такие вот названия, то есть они настаивают на том, чтобы их называли вот так, то есть мне, например, никак не ущемляет то, что меня называют преподаватель, да, преподаватель в университете, или, например, репетитор, да, либо автор, да, либо блогер, то есть я никак не считаю, что меня ущемляют и каким-то образом там к мужскому роду как-то изменяют, то есть для меня это абсолютно нормальные слова, и вот на эту, на эту тему мы с вами сейчас послушаем небольшой диалог, будет небольшое задание из Магари, вам страничку сфотографирую и вышлю, нужно будет написать, заполнить таблицу, как предлагает мужчина называть женщин, да, различных профессий, и как предлагает девушка, потому что диалог будет между мужчиной и женщиной, то есть мы вот начнем, давайте, с диалога, просто пока послушайте, потом вы сможете прислушать, остановить, где вам интересно, но сам по себе факт, сам по себе вот это вот обсуждение очень интересное, давайте послушаем, думаю, что вам понравится. ЛИНГУА, УНИСТА 8, МАСЧIO ФЕМНА, АТТИВИТА 2 «Ги уделки 國 гции экв pandanu новинка и так и на 看 ... ... ... ... ... ... архитеттодонна, архитетта, 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 архитетта suona proprio male scusa, архитеттодонна, perché che problema c'è? Tu dici al ristorante mi ha servito un cameriere donna? Che c'entra, cameriera è una parola perfettamente italiana, архитетта, архитетта, no, e poi scusa, cameriera è un lavoro che si addice storicamente di più ad una donna piuttosto che architetti, si addiceva? Storicamente è così però, per questo c'è la parola cameriera Però la nostra società sta cambiando, sta evolvendo e quindi anche la nostra lingua sarebbe auspicabile se cambiasse Sì, va bene, va bene, vuoi fare la femminista, ho capito No ma che c'entra? Come che c'entra? Mi sembra così pretestuoso per portare avanti delle istanze No, 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 è pretestuoso, assolutamente Allora, devi riconoscere che la lingua italiana è una lingua di base maschilista Per un'influenza culturale, storica, sociale, quello che vuoi Ma sì, ma perché no? Perché negarlo? Perché non possiamo dire ministra? No, non c'entra niente, io sto parlando Allora, se tu per esempio sei un insegnante hai di fronte a te una classe con dieci studentesse e uno studente tu che cosa dici? I miei studenti Quindi in questo devi riconoscere che la lingua italiana è comunque una lingua maschilista in cui il maschile ha la prevalenza Allora, quando parliamo di professioni che storicamente, per fortuna, si sono aperte anche alle donne allora perché non utilizzare il termine femminile? Esiste... A parte che sono due problemi distinti Il primo non mi sembra risolvibile perché non è che abbiamo il neutro in italiano Ma infatti io non ti sto dicendo di risolverlo, ti sto dicendo di considerarlo e riconoscerlo Però alla base c'è sempre lo stesso problema quello che la donna non si sente gratificata perché diciamo tutti i miei studenti e vorreste che dicessimo tutti gli studenti e le studentesse Questo sarebbe eccessivo, ti sto dicendo però rispetto alle professioni perché devo dire la donna poliziotto, la donna magistrato, la donna architetto Perché suona male la magistrata Suona male perché non siamo abituati Allora così come la società si evolve, che si evolve anche la lingua è normale che è necessario del tempo perché questo diventi di uso comune però perché non farlo? Non dare troppo per scontato La sostanza è che la società si è evoluta per cui fortunatamente voi donne potete fare tutti i lavori che prima erano solo degli uomini Ma fortunatamente è bene anche per noi uomini Allora perché dobbiamo prendere in prestito un nome, un'espressione eminentemente maschile e non utilizzare un femminile Perché non ce n'è bisogno Ma non è vero, tu dai troppe cose per scontate, non è così semplice Bisogna riconoscere, dare comunque sia un riconoscimento effettivo al fatto che le donne per fortuna fanno tutte le professioni anzi quasi se proprio volessi essere polemica fino alla fine però quelle che sono comunque aperte a ogni genere almeno che utilizzino nomi differenti per cui è venuta a fare un sopralluogo nella tua casa un'architetta Un'architetta, ho capito Grazie Ok, secondo me è assolutamente un dialogo perfetto che rispecchia, riflette le tendenze Io sono, magari condivido più la posizione e il punto di vista di uomo perché a volte davvero suona male vi ho spiegato il mio punto di vista sì che all'inizio della lezione vi ho spiegato che per me suona male bloggerka oppure afterka in russo non mi sono ancora abituata non dico che è scorretto non è giusto dire così in russo ma per me non mi sembrano le parole normali e io non vorrei che mi chiamassero così che usassero queste parole quando dicono di me ma ci sono delle persone delle ragazze soprattutto sì perché parliamo delle ragazze delle donne che vogliono avere le loro parole per distinguere magari il sesso oppure vogliono sottolineare la loro professione vi propongo di fare un compito dopo aver ascoltato questo compito compito così allora prendiamo una pagina scrivo qui le professioni 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 e a casa vi invito a riascoltare questo bel dialogo e completare la tabella che vi propongo allora uomo e donna allora qui hanno nominato alcune professioni e io vi propongo di fare completare questa tabella scrivendo qui come chiamerebbe come sarebbe nominare giustamente giusto per un uomo nominare una professione della donna e per la donna qui prendiamo solo le professioni che hanno discusso del genere femminile allora come dovrebbe essere formato il genere femminile delle professioni secondo un uomo per esempio lui dice architetto donna e la ragazza che parla con lui dice architetta è chiaro sì allora e voi qui scrivete le loro varianti perché loro propongono delle varianti come chiamare le donne di queste professioni uomo donna spero che sia tutto chiaro qui e continuando a parlare delle professioni della disparità delle donne vorrei darvi vi mando una foto sempre un pezzo di magari sottiliezze della lingua italiana qui abbiamo un piccolo testo un piccolo testo che spiega che spiega la differenza tra l'uso della professione nel genere femminile per esempio un professionista un uomo che conosce bene la sua professione professionista профессionale своего дела если вы говорите una professionista una prostituta и тут все в таком духе будет называя какую-то профессию в женском роде в итальянском языке я думаю что сейчас эта тенденция наверное уходит потому что они тоже сильно борются за феминизм за равноправие за все остальное наверное уходит но восприятие многих итальянцев будет именно вот так женский род профессии какой-то будет звучать как проститута это тоже очень интересный момент и поэтому я вам его отправлю этот маленький текстик я думаю что будет вам интересно и здесь в нашей книге сегодня мы рассмотрим еще немного грамматики мы уже рассматривали с вами конжунтиву а где конжунтиву там и союзы потому что конжунтиву состоит из слова конжунционы конжунционы союз то есть конжунтива всегда вводится каким-то союзом нам не важно стоит ли там какой-то глагол типа penso credo и так далее дальше идет союз и после него конжунтиву либо просто союз и так далее после него идет конжунтиву просто вы используете какие-то пожелания напутствия там тоже используется союз конжунционы поэтому здесь мы с вами посмотрим на союзы конжунционы и разберем после каких союзов используются конжунтива после которых нет это очень важно потому что бывают такие союзы братья-близнецы джемель и которые могут вас спутать либо навести на неправильный след поэтому я пишу конжунционы а союзы называются конжунционы от слова конжунжеры соединять потому что они соединяют два предложения как мы с вами понимаем поэтому так они называются конжунционы почему-то написала в числе союз но я думаю что ничего страшного в этом нету и так конжунционы союз союз если мы говорим про союз про союзы они бывают совершенно разные и бывают союзы после которых нужно использовать конжунтива после которых нет вот например я сделаю так конжунтиво индикативо я очень все люблю в таблицах в схемах потому что считаю что так все гораздо проще и нагляднее у вас произойдет если какую-то таблицу сделать поэтому предлагаю вам создать такую таблицу здесь написано конжунционный союз вы можете написать во множественном числе конжунционе первая табличка у нас называется конжунтиво вторая называется индикативо здесь мы будем с вами сейчас записывать союзы здесь союзы после которых нужно использовать конжунтиво естественно здесь союзы после которых нужно использовать индикативо что я имею ввиду как раз про эти союзы которые схожи между собой либо как-то похожи либо могут вас смутить да такой немножко конфузион и навести Вот, например, наши союзы, которые никто не любит, это benque, malgrado, nonostante, и союз anquece, составной, benque, malgrado, nonostante, это все союзы со значением хотя, несмотря на, такое же значение у союза anquece, но после malgrado, nonostante, какой-то, benque, мы используем конжунтиво, а после anquece мы не используем конжунтиво, мы используем индикативо, да, то есть мы должны здесь быть очень внимательны. Если мы с вами говорим, es qua fare una corso, anquece fa brutto tempo, я выхожу на пробежку, несмотря на то, что плохая погода, я использую anquece, и дальше использую индикативо, fa brutto tempo. Но если я скажу так, i os qua fare una corso malgrado faccia brutto tempo, несмотря на то, что плохая погода, я говорю одно и то же, несмотря на то, что хотя плохая погода, да, то есть вот эти все союзы, benque, malgrado, nonostante, se bene к ним же относятся, да, и на чаше весов другие, это anquece, se bene напишу, если вы что-то вспомните еще, еще что-то напишите, да, то есть вот эти вот на чаше весов у вас союзы, после которых нужно использовать конжунтиво, и там нужно быть внимательным, да, от главного предложения, потому что, если я скажу в прошедшем времени, главное предложение, sono uscita fare corso, fare una corso, stamatina, anquece faceva brutto tempo, либо sono uscita fare una corso stamatina malgrado facesse brutto tempo, да, то есть тут нужно тоже понимать, что конжунтиво разные бывают, это зависит от главного предложения, поэтому вот первый такой вот у нас раунд, такой батл между союзами anquece, да, которые все активно применяют, да, и до использования конжунтива, но если мы хотим нашу речь как-то украсить, да, либо разнообразить, то, пожалуйста, malgrado, nonostante, benquece bene, вот он, другой чаше весов, но после них нужно конжунтиво использовать, тоже это очень важно учитывать. возьму другой цвет, надеюсь, что будет видно, что это другой цвет, и будет два союза, это примаке и допоке, вот такие два союза, примаке и допоке, посмотрите, пожалуйста, примаке, после него используется всегда конжунтиво, а после допоке используется индикативо, да, там уже по ситуации нужно посмотреть, вот следующий у нас с вами бой, батл между примаке и допоке, тоже они такие являются, у союза, да, составные, потому что из двух слов состоят, после примаке вы всегда используете конжунтиво, например, мне нужно вернуться домой, прежде чем стемнеет, или тоже мы на главное предложение смотрим, главное предложение то, что без союза, да, мне нужно было вернуться домой, пока не стемнело, прежде чем стемнело, да, после примаке используется конжунтиво, да, казалось бы допоке, но вот точно такой же союз, да, после того как, имеется в виду в таком же оформлении, да, то есть тоже с ке, допоке, но после него не используется конжунтиво, после него используются там уже какие-то времена, например, да, например, либо futuro e composto, либо trapassato, там уже по ситуации нужно посмотреть, например, guardero questo film dopo che mi avrai raccontato la trama, я посмотрю этот фильм после того, как ты мне расскажешь сюжет, да, то есть здесь я использую два времени, futuro и futuro e composto, но в любом случае не конжунтиво, после допоке идет, после допоке идет какое-то индикативо, тоже вот такие вот интересные союзы, так что я еще предготовила вам, да, после примаке, еще если я написала пометочку, сказать вам о примаде, который вообще вот сюда не подходит, да, ни конжунтиво, ни индикативо с ним не идет, а с примаде идет инфинитив глагола, допустим, prima di andare all'università, bevo sempre un caffè, прежде чем пойти в университет, всегда пью кофе, prima di andare, но здесь я думаю, что не стоит на этом задерживаться, потому что все понимают, что после предлога, dopo la prepositione, pu andare solo infinito, да, после предлога можете использовать только инфинитив, поэтому думаю, что там у вас не возникнет желания поставить какое-либо время, время, да, вот prima chee плюс конжунтиво и doppel chee плюс индикативо, это, конечно, очень важно. Что еще здесь у нас есть? Еще я сделала себе пометочку, потому что у меня миллион всего заготовлено, здесь у меня есть puré отдельно, союз, puré, ну puré либо pur, они идут отдельно, я их в таблицу не буду вносить, потому что они могут, вот это слово может быть либо союзом, либо наречием, и у него разные могут быть такие valori, да, разные значения, поэтому давайте рассмотрим. Я сделала здесь заготовку puré в значении averbio, в значении наречия, такие примеры у меня, epurvero и все-таки правда, vada puré, пусть он приходит, также, lo faccia puré, пусть он, пожалуйста, ради бога делает, допустим, lo faccia puré, che vada puré, или che venga puré, то есть значение здесь ради бога, пожалуйста, да, в значении, в таком значении averbio, и в значении conjunciónе, в значении союза тоже себе сделала заготовочку, чтобы с вами поделиться, ничего не забыть, puré в значении однако, только лишь бы, допустим, sia puré così, пусть лишь бы будет так, либо sia puré vero, что я еще, даже не, так, сначала вам покажу, puré, вот такую вот заготовочку я сделала, тоже все вам отправлю, в значении либо наречия, либо союза, потому что некоторые слова, как вы знаете, могут разными частями речи служить, здесь мы используем либо как наречие, и puré vero, che vada puré, lo faccia puré, пусть, пожалуйста, ради бога, да, ради бога, а также значение союза, однако, только, sia puré così, лишь бы, лишь бы было так, ну, значение здесь как magari мы можем сказать, да, magari fosse così, после-после magari используется конжунтивo imperfecto, здесь мы используем просто конжунтивo. также у нас puré, очень часто, я думаю, что вы его видите в значении ne puré, даже не, даже не, ну, в принципе, много, да, таких союзов, либо слов, которые объединяются, допустим, с каким-то другим словом и превращаются в другое, да, слово ne puré, даже не, вот такое вот, оно пишется вместе, ne puré, и epuré всё-таки, epuré, всё-таки, всё-таки тоже у нас используется, помните, epur simové, самая известная фраза Галилея у Галилея, да, epur simové, epur simové, и всё-таки она вертится, да, epur simové, а nepuré, например, nepuré lui, lui e venuto, здесь мы можем сказать, что nepuré даже не можно соотнести с nianke, даже он не пришёл, nepuré lui e venuto, nianke lui e venuto, он также не пришёл, просто nepuré будет больше подчёркивать и делать акцент, nepuré lui e venuto, либо nianke lui e venuto. Вот такие у нас сегодня союзы с вами и отдельное puré, и puré nepuré. Союзы такие небольшие, да, части вроде речи, да, которые соединяют нас в предложение, причём союзы могут быть разные, союзы могут соединять между собой сложно сочинённые предложения, и могут соединить сложно подчинённые предложения. Сложно сочинённые предложения, это у нас, например, через союз идут e, да, которые равноправные между собой, А сложно подчинённые предложения — это вот такого типа через кончунтиву, да, такие подчинительные союзы, которые показывают, что одно предложение главное, а другое всё-таки предаточное и зависит от него, да. Например, это главное предложение, это главное предложение, хотя и была плохая погода, то есть хотя была плохая погода, это у нас подчинительное предложение, да, то есть подчинённое предложение, поэтому тоже мы должны понимать, что разные предложения соединяются в одно, но в любом случае все союзы нужны, важны и стоит их изучать. В качестве домашнего задания по гладерну будут упражнения с пятого по седьмой, я высылаю вам, как всегда, копии отсюда, а также из Libro, а естественно ещё у нас вот это вот задание по профессии, с пятого по седьмое упражнение здесь, и сейчас ещё расскажу, что хотела вам дать. Ещё вам хотела дать пагина 66-67, здесь у вас есть G, аскультиямо, задание тоже послушайте у себя, и, пожалуйста, G и Акка. Акка это как раз эта тема сулолингуа, то, что я вам рассказывала про союзы, здесь есть тоже союзы, потренируйтесь, я думаю, что будет очень интересно. Если что, у вас есть я, вы у меня всё спросите, я вам всё объясню, и мы с вами будем двигаться дальше. Длинный у нас урок получился, надеюсь, что вы не уснули, не устали. Ви бачо, ви обрачо, чао-чао.